Девушки отдыхают Посреди проезжей части Дураки и парковки Обо всем этом прямо сейчас В телепроекте 7-го телеканала Дорожные хроники с Сергеем Бандуром За минувшую неделю Патрульные полицейские в Одессе На нерадивых водителей составили 1171 админпротокол За нарушение правил дорожного движения Из них 433 За неправильную парковку И 60 за вождение в нетрезвом виде На штрафплощадку было эвакуировано 16 автомобилей-нарушителей Детальнее о происшествиях На дорогах нашего города Расскажет спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко За прошедшую неделю На дорогах города Произошло 203 дорожно-транспортных происшествия С механическими повреждениями А также 23 ДТП В результате которых 25 человек Получили травмы Различной степени тяжести Следует отметить, что вечером в четверг На областной дороге Одесса-Мелитополь При выезде с Одессы Произошло дорожно-транспортное происшествие Наезд автомобилем на двух пешеходов Которые пересекали дорогу В неустановленном месте На неосвещенном участке В результате дорожной аварии Погибли два человека Пешеходы Также женщина-пассажир автомобиля Получила травмы Доставлена в больницу О некоторых из происшествий Детальнее Внедорожник в легковушку Объездная дорога Возле санатория Хаджибей Паджиро Спорт Столкнулся с Хюндай Акцентом Пострадал водитель корейца Предварительная причина происшествия Несоблюдение сигналов светофора Поворот в никуда На Киевской трассе В 30 километрах от Одессы Столкнулись Мерседес и Део Как выяснилось, водитель Ланоса решил развернуться через двойную сплошную От удара один из автомобилей вылетел в кювет и загорелся На месте погибли двое пассажиров корейца Водитель от полученных повреждений скончался в областной больнице Также травмы получили водитель и трое пассажиров Мерседеса Утреннее ДТП на Балковской На углу с улицей Заньковецкой Столкнулись микроавтобус и корейский кроссовер Один из водителей госпитализирован Цена невнимательности Балковская дальницкая Водитель иномарки, перестраиваясь из ряда в ряд Не обратил внимания на ехавшую слева байк В результате помяты оба транспортных средства У водителя мотоцикла еще и ушиб руки А вот ехавшая с ним девушка-пассажир не пострадала Пилот не потерял равновесие от удара Не пропустил байк улица Бугаевская По словам свидетелей, на регулируемом перекрестке Столкнулись мотоцикл и поворачивавший налево Внедорожник Тойота РАВ-4 Мотоциклиста с места ДТП забрала скорая Лоб в лоб возле успеха На маршала Жукова напротив авторынка Столкнулись Нива и микроавтобус Рено По словам очевидцев, ВАЗ выехал На встречную полосу движения Где и произошло ДТП Его водителя с места происшествия Госпитализировали И хач ромской национальности Собравшаяся на месте группа поддержки Сделала оформление ДТП довольно шумным Сбил велосипедиста Николаевская дорога, район молодой гвардии Под колеса поддержанного Ниссана Попал 39-летний велобайкер Пострадавшего мужчину С компрессионным переломом позвоночника С места аварии забрала скорая В областную больницу По словам очевидцев, велосипедиста спас шлем От удара об асфальт он раскололся Зато голова пострадавшего осталась целой Уже начался сезон Уже достаточно много велосипедистов Мы видим на дорогах нашего города Поэтому напоминаем о том Что на них также распространяются Требования правил дорожного движения И они также должны заботиться О собственной безопасности на дороге Поэтому есть специальная одежда То есть это защитная одежда Чтобы защитить руки, ноги И также обязательно шлем Который при падении Защитит человека от удара А соответственно от травмы Разбой, погоня, стрельба и авария Такое насыщенное утро выдалось в Суворовском районе А началось все с того, что трое мужчин Напали на водителя минивена Тойота Злоумышленники разбили боковое стекло Чтобы похитить деньги В этот момент их заметили копы Преступники попытались скрыться на авто Однако их Ауди врезалась Бегавши навстречу внедорожник Мерседес Водитель Ауди совершал поворот с Добровольского На южную дорогу Не предоставил преимущества движения Нарушая правила дорожного движения Автомобилю Мерседес В результате чего произошло ДТП Сразу же после столкновения Из автомобиля выбежал водитель И пассажиры После ДТП погоня продолжилась пешком Одного из нападавших Догнали сотрудники патрульной полиции Патрульные тут же стали догонять И догнали одного из пассажиров автомобиля Пытался оказать сопротивление Но был задержан сотрудниками Как выяснилось У злоумышленников было оружие Но они им не воспользовались А вот полиция стреляла В воздух и по колесам Два разбитых внедорожника Три помятых пассажира Троицкая угол Александровского проспекта Поздним вечером на пересечении Столкнулись кроссоверы Форд и Мерседес От удара одна из иномарок Вылетела на тротуар И остановилась лишь после удара О придорожное дерево С места ДТП Скорая увезла трех пострадавших Куча Малана Краснова Около двух часов дня На углу с артиллерийской Столкнулись Лексус, Тойота, Хонда и Волга В аварии есть двое пострадавших Утреннее ДТП в центре На пересечении улиц Польской и Жуковского Столкнулись Кия и Тойота Причина аварии – невнимательность одного из водителей Вы в это время поворачивали? Нет, на зеленый по прямой еще А он по стречке вот там и шел на красный Все с машины стояли, а он что-то и не делал Водитель Кии остался на месте ДТП А вот мужчина, управлявшего, проскочившей на красный Тойотой Забрала неотложка Что со стороны? Нет, ничего страшного, просто сердце прихватило В деталях инцидента разбирается патрульная полиция Зачастую причина ДТП – ненадлежащее состояние дорожного полотна Согласно статистике, примерно 30% аварий можно предотвратить Просто золотав дыру в асфальте Проснуться от того, что в стену вашего дома врезалась машина Довольно сомнительное удовольствие А вот жильцы частного сектора по Николаевской дороге В районе сортировочной в режиме постоянного страха Живут уже который год Без 15.07 утра у меня вылетели двери со шкафа Стенова И шкаф ушел на полметра в квартиру Во время недавнего инцидента на таран здания пошел внедорожник Впрочем, он здесь далеко не первый Здесь очень часто переворачиваются фуры Если так брать в счет, то когда гоблин шоу, то стабильно, наверное, раз в 2-3 дня Это моторжиклы, которые вылетают, переворачиваются А так стабильно, но раз в месяц что-то конкретное Ну, 100% Локация аварийна из-за того, что едущие по Николаевской дороге в сторону города не соблюдают скоростной режим В нескольких сотнях метров перед опасным закруглением висит знак-ограничитель Но при скорости под 100 километров его, судя по всему, не видно Местная жительница Наталья о проблеме знает не понаслышке Ее саму в пешеходной зоне чуть не сбил очередной лихач Несколько деревьев Вот единственная защита от домов и пешеходов на аварийном участке На каждом стволе следы от ударов Был еще столб, но его снесли Ставить отбойник вдоль проезжей части не разрешает полиция Тут еще и остановка общественного транспорта Прямо на повороте Б значит безопасность Кстати, об нее насмерть разбился байкер Страшно идти по вот этой дорожке Машины неоднократно выезжали на вот эту проезжую часть Не один раз уже То вон соседи вываливали забор Сейчас и стенку Страшно ходить Просто страшно ходить И с собакой выходишь, и с детьми выходишь За советом, как сделать жизнь местных хоть чуточку поспокойнее Обращаемся к нашему юристу Александр уверен, на изгибе все же нужен отбойник А вот с остановкой должен разобраться департамент транспорта Имеет смысл тогда переносить остановку Потому что остановка на закруглении это тоже достаточно опасно Сегодня въехали в дом, завтра снесли остановку со всеми пассажирами Поэтому вопрос перенесения остановки на 200-300 метров Я не думаю, что он такой проблематичный Еще один совет Чем больше будет обращений возмущенных граждан Тем выше вероятность, что проблемному участку уделят внимание Чтобы, скажем так, рассмотрели данное обращение как можно быстрее Оно должно быть массовым Это один момент И второй момент Я бы заручился также поддержкой депутатов Идеально это народного депутата Который также будет со своей стороны давить на городской сполку Едем на Раскидайловскую в департамент транспорта Здесь таким посетителям не рады Часть кабинетов закрыта Ответственного найти так и не получается Руководство только может с вами пообщаться А заместителей никого нету, кто отвечает? Только с директором Только директором, все решают только директором Да, директор нас в полконе В департаменте транспорта строгая иерархия Решить что-то может только директор А его на месте нет Будем искать Директор департамента господин Илько После исполкома с журналистами седьмого канала Общаться отказался Так что жильцы неблагополучного квартала Остались один на один со своими проблемами В очередной раз Они возомнили себя хозяевами жизни Перекрыть выезд со двора Пешеходный тротуар Или вытоптать газон Этим горе водителям проще простого Сегодня все они в нашей еженедельной рубрике Я паркуюсь как хочу Клиренс есть, ума не надо Очередной автохам вытаптывает газон Не чуждо автохамство и водителям-инкассаторам Сценка возле пятого роддома Как на любом перекрестке, так и на любой парковке Найдется свой герой Облава на пешеходов на 25-й Чапаевской Тротуар полностью заблокирован Чем ближе запаркована машина Тем крепче сон автохама Очередной внедорожник на газоне Заболотного 43 Ничего необычного у таксиста Минутка релакса Днепропетровская дорога Уже традиционная подборка автохамов С греческой, преображенской Сюда их как магнитом тянет А этим гореводителям персональный привет от наших телезрителей Глухой и еще тупее Маршала Говорова угол пионерской На замечание не реагировал Так срочно водички хотелось попить Побежал в бювет очередь занимать Видимо день такой На аварийках на перекрестке Тенистое солнечное Приехал под кирпич Припарковался так Но это же БМВ на литовских номерах Так что не удивил Генуэзская Вот такие мастера парковки на улице Левитана Пацанчик на мотоцикле не в счет Хроника дня Теперь и шаурму не купишь А может шаурмисты подрабатывают охраняя машины Но с детской коляской все равно не проехать Мистер Икс Стал между машинами на выезде со двора Оставив проход 40 сантиметров Мы с мужем, ребенком, собакой И детским велосипедом Еле прошли Хорошо, что дождь закончился А то пришлось бы топтать болото Проспект Добровольского 92 Как он тут оказался Неизвестно Сверх наглость Выводок уродов припарковался Вдоль проспекта Шевченко В районе Платинумбанка Рядом три кармана свободных А это чудо решило стать вот так Не оставайтесь безразличными к подобному автохамству Набрать 102 и вызвать полицию не так сложно А таким мастерам парковки самое место на штраф площадки Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия На дорогах нашего города Не оставайтесь в стороне Делайте фотографии Снимайте видео И обязательно присылайте к нам в редакцию О самом интересном мы расскажем уже в следующем выпуске А на сегодня это все С вами был телепроект Дорожной охроники с Сергеем Бандуром Будьте внимательны за рулем И тогда мы точно увидимся ровно через неделю Субтитры сделал DimaTorzok